ку-ку моя девочка персик персик чего нагулялась детка нагулялся ребенок мудрю все со своими чехольчиками для горшков вот я в прошлом видео говорила что появились у меня новые питомцы зеленые которые я уже высадила высадила в то что было вот придумала им такую тару и теперь хочу как-то это все задекорировать не оставлять живот в таком виде и вот прошлый ролик я заканчивала на том что у меня уже готова донышко для будущего чехольчика на горшочек с комнатным растением но как видите изготавливаю все из подручных материалов мусорный пакет крючок ножницы и вперед всем привет дорогие мои друзья вы на канале о жизни в деревне без монтажа с вами виталя ну как я обещала буду продолжать делать обзорчики своих семян на нынешний сезон и в этот раз у меня получится небольшой обзорчик поскольку совсем немного у меня опять же новых пакетиков появилась и небольшая демонстрация покажу вам что у меня взошло что я посеяла и так дорогие мои друзья вот еще одна лаватера лаватера или хатьма трехмесячная silver cup появилась в моей коллекции семян вот розовая как я мечтала 60 сантиметров в высоту кустик вот такая красавица у меня будет в моем саду много много о ней рассказывать не буду скажу лишь растения неприхотливые прекрасно ведет себя у меня в мурманске она росла я уже об этом говорила в предыдущих роликах росла и в квартире на подоконнике росла в доме и на улице единственное там не давала семена не успевала на вызревать здесь все по-другому будет поэтому вот лаватера еще одна как я сказала красавица долго я рассматривала эту картинку и так и сяк на нее смотрела и в том ракурсе и в другом название фарбитис а может быть фарбитис дорогие друзья это самый обычный помея как выяснилось но и тем не менее я очень довольна что я купила хотя бы один пакетик этого прекрасного растения ну наверное если не приобрету больше чтобы задекорировать где-нибудь сетку рабицу свою то сделаю вертикаль из нее тоже прекрасно дает семена прекрасно смотрится в общем подумаю найду ей место в своем саду вот такая у меня ипомея или фарбитис скарлет ухара боже мой скарлет ухара потрясающее растение тоже могу сказать открытие для меня раньше никогда не обращала внимание на этот цветок даже могу сказать не встречала не то чтобы не обращала внимание вот появился он меня заинтересовал это тунбергия я уже погуглила естественно по другому по моему ее называют черноглазой сьюзи за вот такие глазочки за такие цветочки с черным глазочком говорят неприхотливая буду пробовать и еще что немаловажно вот на что я обращаю внимание можно выращивать как многолетник в доме вот попробую на улице и попробую оставить какой-то экземпляр в доме ну обо всем буду рассказывать так в роликах посмотрела очень красивое растение очень красивое бывает и других окрасов вот рыженькая невероятно какая-то она такая солнечная я же все продолжаю искать тот колиус который я хочу дорогие друзья и все продолжаю оставлять интригу я его не нашла но зато посмотрите какую прелесть мне предложили если все получится а тут всего четыре семечка это колеус блюмы файрвей мозаик он низкорослый что нам тут говорят о японская селекция мама дорогая ну потрясающе красив потрясающе если действительно он таким вырастет какой на картинке конечно же буду сохранять безусловно пожалуйста колеус файрвей мозаик и чем больше изучаю информацию о пеларгоне тем больше в них влюбляюсь дорогие друзья когда-то я от них отказалась по причине их неряшливости но это было в мурманске здесь в могилеве в беларуси их можно с успехом культивировать на улице в горшках и даже в открытом грунте поэтому моя любовь вспыхнула к этим прекрасным растениям с новой силой вот кое-что у меня уже посеяно вот эта пеларгония зональная ирина у меня благополучно взошла в конце ролика покажу вам продемонстрирую как я обещала вам небольшую демонстрацию сделать и вот эти вот три не менее очаровательные гибрида у меня появились ну не дешевая конечно не дешевая это растение ну вот хотя бы чуть-чуть по чуть-чуть помаленьку вот у пеларгонии зональный night scarlet обратите внимание какие листья будут очень декоративные декоративные растения то есть мало того что шапка огроменная так еще и очень красивые нарядные листья вот такая пеларгония зональная ну буду потихонечку расширять ассортимент теперь это уже безусловно поскольку я другими глазами на нее взглянула ассортимент буду расширять может быть и семена еще буду продолжать сеять кстати мне очень понравилось вот в отличие от многих семян семена пеларгонии не просто хорошо и быстро всходят но они как-то не восприимчивы к перепадам температуры вот у меня же был период без отопления колиусы очень быстро отреагировали на понижение температуры и многие полегли сеянцы а вот пеларгония прекрасно выдержала сейчас вам покажу начинаются баррикады на подоконниках ну дорогие друзья это конечно приносит огромную радость вот лично мне я просто пищу вот посмотрите на сегодняшний день сегодня у нас 26 февраля то есть 26 день после посева я уже распикировала первые сеянцы пеларгонии в отдельные емкости вот они выглядят таким образом и и вчера 25 числа вот посеяла новые семена пеларгонии которые я вам только что показала в обзорчике ну пока естественно они еще не взошли и молочай вытягивается к сожалению вытягивается хотя в доме не сказать чтобы очень жарко было сейчас конечно я температуру держу стабильной ну вот они успели до того уже вытянуться достаточно вытягиваются ну посмотрим я их подсыпаю подокучиваю вот очень сильно тянутся посмотрим что из них получится или не получится в общем все буду вам показывать вот такая у меня тут посевная страда а это очаровательно обалденный колиус японской селекции тоже вчера только посеяла ждем 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 сходов вот уже укоренились мои черенки которые я вам показывала хлорофитум хохлатый и хоя вчера также их высадила уже в горшочке ну что ж дорогие друзья в конце ролика я думаю покажу вам уже готовые работы это не тоже не то самое донышко которое было у меня в руках в прошлом ролике это уже третий чехольчик вот на такой импровизированный горшочек у меня в работе ну посмотрите что у меня получается несколько часов работы и из простых мусорных пакетов вот можно своими руками связать довольно неплохой декоративный такой горшочек или кашпо под горшочек это вот первая моя работа и вот это вторая моя работа немножко отличаются опять же вязала их из подручных материалов то есть какие были у меня мусорные пакеты такие и шли в ход то есть я уже комбинации цветов естественно не задумывалась как вы понимаете гипермаркета за углом у меня здесь нет живу в удаленной деревне в общем все из того что есть ну на этом дорогие мои друзья я благодарю вас за просмотр напоминаю вы были на канале о жизни в деревне без монтажа с вами была Виталя всем спасибо и пока до новых встреч забыла похвастаться пилей вот и она наконец-то укоренилась и даже уже пошла точка роста развиваться все пока пока дорогие мои так клуба солнце как у